Армяне традиционно пытаются присвоить себе элементы чужой культуры. Однако на этот раз их попытки провалились. Они пытались присвоить все традиции изготовления этого хлеба в разных странах и преподнести лаваш как свой. Приготовление лаваша воспринимается как часть международной традиции. И Азербайджан стоит там на первом месте. Глава Центра Азербайджанской кулинарии Тахир Амирасанов подчеркивает, что попытки армян присвоить себе лаваш не имеют под собой никакой научной основы. Даже некоторые армянские ученые в своих исследованиях отмечали, что лаваш не является армянским хлебом. Это региональный хлеб, который имеет отношение к тюркским странам. Это наш хлеб, а не армянский. К примеру, согласно исследованиям, в 11 веке был выпущен шеститомный армяно-французский словарь. Однако ни в нем, ни в каких-либо других книгах упоминания слова «лаваш» не встречаются. Культура приготовления и преломления хлебной лепешки является широко распространенной традицией в Азербайджане, Иране, Казахстане, Кыргызстане и Турции. Как правило, в приготовлении хлеба участвуют члены одной семьи. Однако в сельской местности в этом процессе также могут участвовать и соседи. Хлеб, приготовленный в печи на металлической пластине или в котле, делится во время рядовых и праздничных застолий, вне рождения и свадеб, а также на похоронах. Деление хлеба сопровождается подходящими по случаю словами ободрения и добрых пожеланий. Традиция является выражением гостеприимства и солидарности, а также символизирует общие культурные корни и укрепляет чувство принадлежности к сообществу. Эсмира Алиева, Эльнара Бахышева, Зия Бабаев, Сибиси.